здравствуйте сегодня с вами я Андрей Непряхин так на сегодняшнем уроке мы поговорим о важной теме это смарт-терейны смарт-каверы там зоны итак мы начнем с чего давайте мы сначала нашему уровню передадим нашу локацию передадим имя сцены оптимус назовем нашу локацию поле и трафик поставим тоже поле все это мы задали сохраним итак для того чтобы поставить нам смарт-терейны нам нужно определиться сколько смарт-терейнов мы поставим на нашу локацию приблизительно поставим 4 смарт-терейна можно поставить 5 10 20 в зависимости от локации от размеров и от ваших желаний к примеру здесь поставим 4 смарт-терейна так для этого нужно закрываем нашу программу переходим программу открываем геймдату конфиги геймграфт нам нужно создать имена графпоинта которые будут на нашей локации вот мы открыли геймграфт я уже прописал с вашего позволения после 141 номера 357 12 мы добавляем 142 поле застава будет называться первое смарт-терейн второй поле 7172 и 7 3 это симуляции с квадров обязательно итак сохраняем его возвращаясь на главную вкладку запускаем его эдитар и начнем расстанавливать смарт-терейны итак вот у нас получился наш смарт-терейн открываем наш поле вот переходим на вкладку спаун элемент а и смарт-терейн клавишу add привязочки включенные посередине нашей базы добавляем наш смарт-терейн так вот у нас получился наш смарт-терейн нажимаем enter и даем ему имя первое идет имя локации второе должно быть имя нашего смарта пишите как можно сокращеннее в дальнейшем вы поймете чем сокращеннее слово тем быстрее и проще писать пишем застава нажмем наш смарт-терейн заставы итак рестиктор туб обязательно для смарт-терейнов всех остальных активных зон должен стать game-tube 1 или node-a рестиктор следующий параметр custom data это наша логика нашего смарта итак отпускаем открываем я уже здесь прописал так что мы здесь пишем смарт-терейн cgf ссылка скрипт поле смарт поле застава ltx ок теперь по этому адресу нам нужно сделать файл этот открываем game data config скрипт новая папка давим имя поле следующая папка смарт так как у нас прописан адрес поле смарт поле застава и создаем здесь документ ltx создает текстовый документ называем его поле застава файл меняем расширение файла на ltx да применим итак мы создали файл по этому адресу теперь здесь нам нужно прописать логику смарт так логику я уже прописал это будет сравнить с другими законом например обозначаем смарт terrain его имя запятые точка запятой указывается после этого после запятой ничего не считается просто это напоминание об этом сквадр id1 так как у нас это первый смарт на нашей локации ставим ему id max population это популяция с квадров которая будет находиться на нашем этом terrain вот следующее к этому terrain нам нужно поставить обязательно graph point итак переходим graph point в правой панели и ставим граф можно поставить внутрь terrain можно рядышком особого значения не имеет где хотите там и ставьте но недалеко от смарт итак мы поставили граф нажимаем клавишу enter вот для чего мы прописывали game graph файл . итак в порядке четвертом номере мы должны найти наши game graph которые мы записывали в файле сейчас они в самом низу у нас отобразятся за номером 142 вот оно поле застава это принадлежность этого graph point к нашему смарт terrain обязательно следующее ставим опять переходим в платку смарт terrain и поставим смарт стимуляции поставим здесь 1 клавиша add 2 клавиша add 3 итак пропишем нашему смарт логику первое у нас будет поле sim 1 sim 1 а рестиктор и в кастом дата нужно прописать путь к нашему смарту путь скрипт поле смарт поле 7 1 ok все следующий первый сим то же самое этот у нас будет сим 2 арестиктор кастом дата прописываем тут сим 2 окей следующий у нас смарт это 3 пишем сим 1 сим 3 и в кастом дата прописываем путь к нашему третьему симу окей не забываем рестиктор 2 арестиктор все наши смарты созданы теперь нужно для наших смартов которые симуляции поставить геймграфы переходим к графпоинт клавишу вставим геймграф графпоинт назвать его не обязательно выбираем наш геймграф поле сим 1 все геймграф у нас назначен переходим к следующему гейму марта сим 2 назначили и третьему нашу смарту клавишу add добавить сим 3 все графпоинты мы привязали к нашим смарт киринам и кирины привязали к нашим графпоинтам есть еще такие позиции когда в одном смарт кирине находится два графпоинта привязан допустим неподалеку от нашего смарт кирина находится место для укрытия укрытия от выброса и чтобы те нпс которые привязаны к нашему смарт кирину шли в точку укрытия от выброса нужно на том месте поставить дополнительный графпоинт допустим здесь у нас будет место для укрытия для укрытия в этом помещении здесь ставим дополнительный графпоинт и так же его называем поле застава это будет второй наш графпоинт относящийся к нашему смарт и при выбросе все нпс будут бежать в ту точку в точку геймграфа итак сегодня на сегодняшнем уроке мы поговорили о смарт киринах и не забываем что в нашей папке где мы здесь писали можно создать три файла sim1 sim2 и sim3 которые мы создали открываем sim2 кописки смарт поэтому тут открываем нет 월 м сегодняшнем д Tabii questo у нас будет martina по ID. Сохраняем. Итак, мы создали здесь три смарт-терейна, которые в дальнейшем будем описывать появление, спаун, эксклюзивные логики, эксклюзивные персонажи и так далее. Это что касается смарт-терейна. В дальнейшем мы обсудим пути смарт-терейнов, которые будут ваппоинты, охрана смарт-терейна, защита и дефолтовая логика нашей смарт-терейны. На этом все. С вами был я, Гринни Кляхин. Идем продолжение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok